привет народ меня зовут дмитрий земсков и сегодня я проведу вам экскурсию по камере а и с 70 и тут благо есть на что посмотреть у камеры вот много всяких разных кнопочек что впрочем делает управление ей даже проще потому что очень хорошо что некоторые функции могут быть просто вот так взяты включены и выключены с помощью переключателей на передней панели итак самый главный переключатель это вот он нижний это включение питания камеры вот пи бип пропищала камера значит питание у нее есть точно также электропитание камера можно включать и выключать программно когда она находится в боксе простым удержанием двух верхних клавиш вот таким вот образом и бы камера отключилась но все-таки очень хорошо иметь физический выключатель и не переживать за свою батарейку также хорошо иметь физический включатель и выключатель модуля вай фай об этом пользователи камер gopro хорошо знают здесь можно быть спокойным здесь вай фай можно просто выключить и быть уверенным что он не сожрет вашу батарейку внезапно также здесь есть переключатель режима замеров экспозиции с общего на центральный замер центральный замер экспозиции нужен если вы решили поснимать себя любимого на контрастном фоне чтобы не было пересвета также у камера и есть такая фича g-сенсор называется когда он включен камера сама начинает и останавливает запись видео когда чувствует движение причем делает это весьма разумно не оставляя длинных хвостов и не откусывая ничего лишнего в общем хорошая альтернатива всяким пультам ну давайте теперь посмотрим внутреннее меню камеры что она из себя представляет да у камеры есть вот такой вот цифровой зум вот штука весьма спорной полезности впрочем несколько раз в моей жизни встречались ситуации когда с gopro мне приходилось слазить внутрь переключать угол здесь это можно делать просто вот клавишами сверху чтобы попасть в меню камера нужно нажать кнопочку м на торце тут мы можем настраивать всякие плюшки сигнал но эта громкость встроенный в камеру пищалки индикатор но это также как у gopro здесь есть всякие лампочки на торцах чтобы было видно что камера записывает их можно включать или выключать вместе по отдельности тайтл это включение выключение информации на экране там о заряде батареи о месте на карточке о времени съемки это может иногда мешать когда мы камеру подключаем по hdmi или через компонентный видео выход который здесь также есть у камеры имеется авто выключение здесь можно выбрать тайм-аут для таймера авто выключения tv tv формат это соответственно пал или ntsc то бишь 25 или 30 кадров в секунду о чем тут нужно помнить мы люди русские в россии живем и и в электрической розетке нашей ток переменной с частотой 50 герц соответственно если вы используете камеру где-то где имеет место быть искусственное освещение лучше и выбрать теле формат пал потому что так будет менее заметно мерцание а если например вы вышли на покатушки под открытое небо под солнышко которые светят постоянно можно включить ntsc чтобы получить скорость съемки 30 кадров в секунду оптимальную для последующей выгрузки видео на youtube значит язык это понятно русский английский здесь можно установить дату время выбрать их формат настраивается кстати вот смотрите кнопок много и поэтому очень удобно этими кнопками можно переключать параметр которые изменяем этими можно этот параметр менять так нажимаем ok уходим отсюда а делит на самом деле форматирует карточку и я рекомендую так поступать с каждой новой карточкой форматировать ее в самой камере также если вы что-то накрутили в меню камеры и не можете разобраться что именно у вас все глючит и не работает вы можете восстановить заводские настройки но я этого делать не буду так что у нас еще в меню осталось осталось нам только посмотреть версию прошивки актуальную так далее строк у меню есть несколько страниц сейчас мы находимся в главном меню есть еще страница режим фотосъемки и режим видео съемки здесь выбирается режимы видео съемки собственно обычная видео съемка видео съемка без звука режим диктофона когда пишется один только звук и режим интервальной съемки кстати очень интересный потому что эта камера способна производить интервальную съемку со всякими частотами видите с интервалом один кадр в полсекунды один кадр в секунду один кадр в две секунды но делает она это прямо в видеофайл который вы на самой же камере можете посмотреть и в общем я вам наверно потом покажу как а ну да есть вот еще один режим это режим таймера когда камера начинает снимать не сразу а с задержкой в 5 10 или 20 секунд соответственно но это чтобы успеть войти в кадр все такое так поехали дальше здесь у нас выбирается разрешение записи соответственно 1080p 960p но если у кого там экран 4 к 3 и 720p выбрав разрешение мы выбираем для него частоту кадров в зависимости от того что у нас выбрана в настройках тв формата мы выбрали ntsc поэтому у нас есть 30 и 60 fps но также есть и киношные киношные фреймрейты это 24 и 48 fps для загрузки видео на youtube я рекомендую настоятельно использовать 30 fps если вы не хотите делать там последующие слоу-моу и перекодировать это опять в 30 fps потому что просто ну флешплеер используемый ютюбом он любит 30 fps так поехали дальше это угол обзора также настраивается из меню как у гоупро здесь их правда 4 ну и как я сказал ранее угол обзора можно менять с помощью цифрового зума ну и качество если кто хочет сэкономить место на карточке памяти можно поставить не очень хорошая а можно зашибательская также у камеры есть режим циклической записи это как у авторегистратора и опять же как у авторегистратора можно разрешить впечатывать в кадр время есть режим поворот на 180 градусов это камера сама сама определяет как она ориентирована в пространстве если она перевернута то снимаемая картинка тоже перевернется чтобы не делать вам этого видеоредакторе однако если вы совершаете всякие прыжки завалы кульбиты ну может быть не стоит включать эту штуку так что у нас дальше и на повестке дня режим фото съемки их не так много собственно обычная фото съемка фото съемка серийная то есть когда и одно нажатие кнопки фото снимает например там 10 кадров за секунду 6 кадров в секунду в общем здесь выбирается скорость серийной съемки так и таймер 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 как на старом добром фотоаппарате зенит можно сделать чтобы камера сработала через какое-то время чтобы сфотографировать себя любимого ну вот и все собственно говоря что еще хочется сказать что в камеру у нас есть проигрыватель он вызывается вот этой вот кнопкой здесь можно просматривать фотографии видеоролики снятые камерой удобно их выбирать и сейчас я вот вам покажу пример интервальной съемки вот такая получается интервальная съемка прям на камере можно ее посмотреть и в общем многим не только там простым людям но и профессионалам как ни странно этот режим пришелся кстати вот потому что уже готовые видео и не нужно это собирать из отдельных фотографий в видеоредакторе ну вот и все ребят такие дела